А теперь обо всем подробнее. Дагестанцы побили рекорд Бразилии, одновременно сыграв волейбол на 32 площадках. Так в Махачкале прошел грандиозный республиканский фестиваль этого вида спорта. В церемонии открытия принял участие глава Дагестана Рамазана Булатипов из звезды мирового волейбола. Тысячи болельщиков, они горячо болели за кумиров, а кумиры отчаянно боролись за победу. Что из этого получилось, смотрите в материале Гаджимурада Зелудинова. Школьники и студенты, сотрудники министерств и ведомств, ветераны дагестанского волейбола. Более ста команд, свыше тысячи любителей этого вида спорта. Футбольные поля Республиканской детской и юношеской спортшколы Минобразования в этот день переделали волейбольные площадки. Грандиозный фестиваль по истине народной игры, равных которому нет ни в одной стране мира, стартовал в этот день по всей республике. Гостей и участников приветствовал глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. Мы приветствуем всех ветеранов волейбола Дагестана. Мы приветствуем волейболистов, которые только начинают свою активную деятельность. Самые лучшие годы дагестанского волейбола мы переживаем сегодня. Потому что дагестанцы завоевали, стали чемпионами России в группе Б высшей лиги и играют сегодня в группе А высшей лиги. То есть дагестанская волейбольная команда сегодня находится среди 24 лучших команд Российской Федерации. Дагестанского волейбола большое будущее. Хорошо, что по инициативе народного собрания и Министерства спорта проводится вот такой масштабный турнир, фестиваль волейбола. Еще раз призываю нашу дагестанскую молодежь заниматься волейболом. Все необходимые условия для этого мы им создадим. Среди почетных гостей фестиваля легенды мирового волейбола, чемпионы Олимпийских игр Александр Савин, Вячеслав Зайцев и ветеран волейбола, известный художник и путешественник Вячеслав Егоров. В ходе церемонии открытия глава республики наградил медалью за заслуги в области физкультуры и спорта директора Республиканской детской и мушевской спортшколы именообразования Александра Маркарова, капитана дагестанской сборной по волейболу среди ветеранов Газиава Асхабова и президента Кизыл-Юртовской федерации волейбола Тимирхана Тимирханова. Именными часами главы республики Дагестан поошрили ректора ДГУ Муртазали Рабаданова, тренера университетской команды Магомеда Гаирбекова и его подопечных, чемпионов России по волейболу среди вузов, которые завоевали путевку на студенческий чемпионат Европы. Фестиваль открыл товарищеский матч. Команде главы республики Дагестан противостояли легенды мирового волейбола. Итог матча в двух партиях – боевая ничья, которая в принципе устроила всех. Дружеская встреча была, мы ни о чем не договаривались, играли кто как может, но надо было бы потренироваться немножко перед нашей игрой, потому что связи, как говорится, не очень хорошие были сегодня. Такой популяризации за последние годы я не видел нигде, даже будучи в Италии, вот недавно я оттуда вернулся, даже будучи в других странах. Вот именно действительно, спасибо главе республики большое, спасибо федерации за то, что действительно вот такой праздник организовывается, живет и я так думаю, что будет жить. И те ребята, которые сегодня пришли посмотреть, попробуют поиграть, просто даже попробуют поиграть, может быть, пойдут в спортивные школы, будут заниматься этим великолепной игрой. Волейбольные матчи фестиваля стартовали утром по всей республике. Десятки тысяч участников играли по олимпийской системе, проиграл, вылетел. Для победы достаточно было набрать в одной партии 25 очков. Матчи фестиваля одновременно проходят на 32 площадках, что является абсолютным мировым рекордом. По всей республике сегодня играют более 30 тысяч волейболистов. Достижение организатора фестиваля войдет в книгу рекордов Гиннеса. Дагестанскому фестивалю волейбола нет аналогов в мире, уверены организаторы. Волейболистов поддержали несколько тысяч болельщиков. В Махачкеле участники фестиваля одновременно играли на 32 площадках. Тем самым дагестанцы побили рекорд Бразилии. Для сравнения, там матчи параллельно проходили на 27 площадках. Цель организаторов – популяризация волейбола и расширение географии этого вида спорта в Дагестане. Удалось вот это мероприятие, потому что здесь на громадной территории оформить все это за кратчайшие сроки. Это мне самому казалось вначале, что это не осуществлено, а оказалось так. Но идея его сегодня – как можно больше команд вывести один день на площадке волейбольной еда. Примитивные площадки, не обязательно профессиональный волейбол, просто волейбол игра. Победителей волейбольного фестиваля наградили почетными кубками, медалями и грамотами. Каждой команде участницы вручили мяч в подарок Республиканской Федерации Волейбола. Каджимур Адзияудинов, Саид Кутиев, Рамазан Амаров и Хаси Гази Амарова. Время новостей.